Евгения Глушенко является одной из тех немногих актрис российского кино, которая снималась не так часто. Однако те немногие роли, сыгранные ею, остались в памяти ни одного поколения зрителей. И хотя в ее фильмографии на сегодняшний день числится 27 ролей, народную артистку Евгению Глушенко помнят прежде всего по сыгранным ею ролям трогательных, хранимых и немного наивных женщин. В фильмах неоконченная пьеса для механического пианино, влюблен по собственному желанию и впервые замужем, в которых наиболее ярко проявился драматический талант актрисы. Кроме того, народная артистка Евгения Глушенко уже более 20 лет служит в Малом театре. До недавнего времени, и скажу я вам не без причин, Евгения Константиновна отказывалась публично говорить о своих взаимоотношениях с супругом и комментировать возникающие скандалы, связанные с изменами знаменитого мужа. Следует заметить, что на первый взгляд личная жизнь актрисы сложилась более-менее удачно. Со своим мужем Александром Калякиным Глушенко познакомилась на съемках фильма «Незаконченная пьеса для механического пианино». На тот период времени Калякин уже был около 5 лет довцом и старался найти не только супругу, но и хорошую маму для своей маленькой дочери. Со временем Евгения стала прекрасной мамой для его дочери, а потом у актеров родился сын Денис. Пара прожила вместе более 40 лет, и вроде бы все было хорошо в их семейной жизни. Глушенко занималась семейным очагом, а Калякин много работал. Однако время от времени, в начале 2000-х, в прессе стали активно муссироваться слухи о романах Калякина с молодыми актрисами. Так, сначала вся трупа театра, которым руководил Калякин, обсуждала его далеко не служебные отношения с молодой актрисой Екатериной Редниковой. А через несколько лет некая Оксана Горбачева обвинила народного артиста в домогательствах. Затем в 2006 году в интернете всплыла скандальная аудиозапись интимного разговора Калякина с 21-летней студенткой из Омска по имени Екатерина. Евгения Глушенко очень долго терпела измены от своего мужа Александра Калягина. А тот, несмотря на свой солидный возраст, как выяснилось, регулярно крутил интрижки с юными девушками. Последней каплей для Глушенко стала информация о том, что Калягин изменил ей с невескоизвестной актрисой Татьяной Васильевой Анастасией Бегуновой. В конце концов, Глушенко устала от постоянных сплетен и насмешек в ее сторону. Свои 67 лет подала на развод. Тем более, что со временем терпеть постоянные измены мужа смысла не было. Их дети уже давно выросли. Так их общий сын Денис стал журналистом. А Ксения, дочь Калягина от первого брака, в настоящее время живет с семьей в Америке, работает программистом. В 2001 году у нее родился сын Матвей. Поэтому Евгения Константиновна не так давно приняла решение начать жизнь с чистого листа, выгнав неверного мужа и подав на развод. И к тому же Глушенко начала встречаться с бизнесменом, который младше нее на 12 лет он работает в сфере строительства. А ее коллеги в последнее время стали замечать, что актриса буквально преобразилась, расцвела и выглядит очень довольной. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цветностроение. И до новых встреч!